Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. Сегодня мы поговорим о хронической тазовой боли. Дело в том, что на современном этапе отдельно хронический простатит, как нозология в западной литературе, уже редко выделяется. И мы скорее говорим о синдроме хронической тазовой боли, куда может быть включен хронический простатит, новообразование органов малого таза у мужчин, воспалительные заболевания органов малого таза у мужчин. В общем, сюда можно быть включены заболевания прямой кишки и такие лидеры рейтинга, как геморрой, как анальная трещина, как парапрактиты или свящи. И это, наверное, будет более правильная классификация, потому что хроническая тазовая боль в принципе включает в себя всю симптоматику, которую приводит пациента к врачу. Это ряд неврологических осложнений, депрессивная составляющая. Это нарушение фертильности, извращение сексуальной функции, снижение эрекции, снижение влечения, укорочение или удлинение полового акта, извращение оргастических ощущений в сторону агидонии, то есть когда человек не испытывает удовольствия от оргазма или извращение в сторону болевых ощущений во время оргазма и так далее. Сюда относятся дезурические расстройства, это симптомы нижних мочевых путей, такие как боль, дискомфорт, зуджение, прямое спускание, неприятные позывы, ночные вставания в туалет, ощущение неполного удовлетворения мочевого пузыря, подтекание, подкапывание мочи после акта мочеспускания. Сюда относятся болевой синдром, это тянущие тупые боли за лобком, эродирующие в прямую кишку, в мошонку, в ствол полого члена, во внутреннюю поверхность бедра, вниз спины. Соответственно, весь вот этот комплекс, который одновременно у человека болит, может вызывать у него подозрения на свой счет как урологического, так и прокатологического характера. Но практика показывает, что чаще всего обращаются к урологу. И я сейчас приведу такой пример, я уже где-то говорил в каком-то ролике, как аналогию, когда девушка приходит и говорит, вот уже три недели или там сколько, очень долго после дефлорации, после того, как мы попробовали с моим парнем первый раз секс, то есть он решил меня о десности, у меня страшный цистит, и, видимо, не заживает вот эта вот девственная плевая, либо он не дорвал, и каждый раз пытается мне ее дорвать. Я смотрю на кресло, у нее там герпетические высыпания на задней спайке влагалища, на которую попадает моча, и поэтому у нее каждый раз во время мочеспускания нестерпимы зудящие боли. Соответственно, она совершенно неправильно это интерпретирует, она не может себя увидеть, она не знает, как выглядит герпес, поэтому ей кажется, во-первых, что это цистит, которого нет, во-вторых, что это какая-то недоразорванная девственная плева, хотя на самом деле это просто не заживающие герпетические язвочки. То же самое и здесь. Пациент обращается к урологу с хронической тазовой болью, потому что когда пациент приходит к врачу, говоришь, на что жалкость, на простатит. Я говорю, ну как у вас простатит-то беспокоит, что у вас там, боли, нарушение мочеспускания, нарушение сексуальной функции. То есть основной фактор, с которым пациенты идут к врачу, это боль, это не простатит, а боль. Так вот за этой болью в 40% случаев может сочетать единичное, может быть сочетание, либо отдельно протекающие заболевания, такие как геморрой, анальная трещина и свищи. Почему это важно? Дело в том, что в силу анатомического расположения предстательной железы и лимфатических и кровеносных сосудов анальной области, они очень близко, они связаны друг с другом. Не зря мы свечки вводим в прямую кишку, и по лимфатическим сосудам лекарственное вещество тут же попадает в предстательную железу. Соответственно, микротромбозы при геморрое, которые возникают в ущемленном геморроидальном узелке, влияют нарушениями гомеостаза, нарушениями свертывающей системы сразу же на предстательную железу, вызывая аналогичные изменения и там. Поэтому лечение должно быть у обоих специалистов синхронным, комплексным. Что предполагает комплексность лечения именно хронического простатита в данном аспекте? Во-первых, правильная диагностика. Не просто так, а раз что-то там болит, значит у меня простатит. Нет, нужно обязательно, чтобы диагноз поставил врач, чтобы мы точно знали, что там простатит, а не что-то другое издалека напоминающее простатит. Первое. Второе. Должен быть проведен полный комплекс диагностических мероприятий, которые включают в себя пыльцевое и ректальное исследование, когда мы смотрим болезненность, объем, структуру железы, симметричность, гомогенность, ее отек, неотек, ее эластичность и так далее. Второе. Трансректальное ультразвуковое исследование, где мы уточняем размеры, уточняем структуру, уточняем симметричность. Следующий момент. Это сок предстательной железы и первая порция мочи после сока, то есть либо трехстаканная порция мочи, когда мы смотрим количество лейкоцитов именно в соке предстательной железы, по возможности делать бак-пассив сока предстательной железы. И иногда смотрим эякулят, то есть спермограммы нас интересуют. Иногда, когда мало- или низкоинформативным бывает секрет предстательной железы, нас интересует эякулят, потому что эякулят – это где-то один к одному содержимое яичек и содержимое предстательной железы. Если в эякуляте мы видим патоспермию, то есть снижение подвижности и количество морфологически нормальных форм сперматозоидов, еще и вискозепатия, то есть повышенная вязкость спермы в сочетании с пиоспермией, с аликоцитозом спермы, то мы все это интерпретируем как последствия какого-то подострого вялотекущего простатита, бактериальной природы, которую нужно, конечно же, лечить. Следующий момент – это анальные трещины. Анальные трещины – очень частый спутник заболеваний предстательной железы по тем же причинам, что и геморрой. Общее кровообращение, общий лимфоток включает в себя распространение инфекции гематогенным путем. Не забывайте, что у анальной трещины причинным фактором будет болевой синдром, то есть боль при спазме. Соответственно, раз у нас пациент страдает синдромом хронической тазовой боли, значит, боль у него там присутствует при разных обстоятельствах постоянно. Почему бы ей по принципу порочного круга не воздействовать как на предстательную железу, так и анальную трещину? Поэтому лечение, которое назначается, оно очень комплексное. Оно в себя включает не только антибактериальные препараты, по чувствительности назначенные, оно в себя включает и сосудистые препараты, и иммуномодулирующие, и в том числе препараты, профилактирующие тромботические осложнения, связанные с геморреидальными узлами, всевозможные свечки, санирующие и заживляющие анальную трещину заднего прохода и так далее. Поэтому простатит – это вам. Заболевание серьезное. Поэтому я очень сильно вас предупреждаю от самолечения, самодиагностики. Ну, приходите уже к врачу, мы уже диагностируем и ваш простатит. А теперь пока!